Даниэль Ну, наверное, с Брюно и с Гару. Они для меня как братья. Мы так долго гастролировали вместе, что стали по-настоящему близкими друзьями. Лично видела, как на выходе из парижского концертного зала Берси вас караулили тысячи поклонниц. Как обычно уходите от преследования? Я надеваю кепку, очки и прохожу незамеченным. Но общение с поклонницами – часть моей профессии. Хотя иногда это такая сложная любовь. Я не могу полностью посвятить себя поклонницам. Нужно оставить что-то и для себя. Они хотят залюбить меня до смерти. Супруга Луиза не ревнует? Нет, она принимает меня таким, какой я есть. Когда мы познакомились, я уже был довольно известен. Она даже общается с некоторыми моими поклонницами. Я люблю очаровывать женщин, а Гару соблазнять, заявили вы у нее в прошлом интервью. Так как же вы очаровываете, Даниэль? Ведь у вас миллионы поклонниц по всему миру. Не знаю. Это происходит как-то помимо моей воли. Может, с помощью вашего загадочного взгляда? Возможно. Возможно, с помощью поэзии или с помощью голоса, нежных песен или сочетанием всего этого. В мюзикле Notre Dame de Paris ваш герой не в силах противостоять запретной страсти к цыганке Эсмеральде. А в обычной жизни какая женщина могла бы привлечь ваше внимание? Меня легко заинтересовать. Я люблю интеллигентных, милых, улыбчивых девушек, простых в общении. И не люблю сложных людей, которые сами не понимают эфемерности своего пафоса. Мне нравятся девушки, которые не зацикливаются на сложности жизни, а просто живут. Ваша песня «Иль Сэм» – «Они любят друг друга» – одна из красивейших французских песен. Как она появилась и кому посвящена? Песня посвящена войне в Бейруте. Она случилась в 1982 году, задолго до вашего рождения, мадемуазель. Это была ужасная война. И вот однажды я увидел газету с фотографией двух подростков, которые шли по руинам, взявшись за руки. Я увидел любовь, которая сильнее войны. Так и родилась песня. Она говорит, что любовь сильнее всего на свете. И хотя человечество так глупо, что развязывает войны, любовь умна и всегда побеждает. Вы родились в канадской франкоговорящей деревушке Монитобе. Все близлежащие округа говорили по-английски, а на франкофонов смотрелись высока. Да, разговаривать по-французски мы могли только в семье. Раньше с французским языком нельзя было ни устроиться на работу, ни заработать себе на жизнь, ни даже петь. А как сегодня в Канаде относятся к французскому языку? Сейчас в Канаде два официальных языка – французский и английский. Но французский язык меньшинства. Сказывается близость к Соединенным Штатам. Но франкофоны сильны духом и отстаивают свои права. Уже добились того, что с французским языком можно прожить в Канаде. Кстати, в России с концертом я уже во второй раз. И начинаю учить русские слова. Здорово, вы говорите почти без акцента. Вы находите? Да, возможно, потому что у вас музыкальный слух. В следующий раз я попробую выучить более длинные фразы на русском. Вы меня вдохновили. Рада побыть в музей. Даниэль, вы заядлый садовод. Что вы выращиваете около дома? Овощи, цветы, плодовые деревья. Как приятно есть овощи, выращенные своими руками. Я начал ковыряться в земле с 14 лет вместе с дедушкой. И когда жил в Монреале, разбил сад на крыше. Но сейчас я уже переехал за город, и у меня большой огород. Я предпочитаю жить в деревне, слушать птиц, вдыхать аромат цветов. Спасибо вам, мы будем ждать следующего визита. Хорошо, спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»